Сегодня глава Чувашии провел ряд рабочих встреч в Москве. Реализацию совместных проектов в отрасли жилищного строительства Михаил Игнатьев обсудил с руководителем фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цицыным. Подробности у моего коллеги Дмитрия Ковалева. В фонде содействия реформированию ЖКХ Чувашию называют надежным и ответственным партнером. Поддержку региону будут оказывать и дальше. Глава республики уже заявлял, что у всех намеченных проектов есть определенные сроки реализации, несмотря на возникающие сложности. За последние полгода Михаил Игнатьев и руководитель фонда Константин Цицын проводят вторую рабочую встречу. Тема очередных переговоров – ликвидация аварийного жилищного фонда. В рамках этой программы предстоит переселить в новые квартиры больше 5000 человек. И это выполнимая задача. Последний этап переселения с аварийного жилищного фонда начался с 2019 года по указу президента Российской Федерации. На самом деле фонд финансировал. Общая стоимость программы у нас 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Должны переселить более чем 13 тысяч людей. Мы сейчас работаем по четвертому этапу. Это завершающий этап этой программы. Сбоев при реализации программы произойти не должно. Ожидается, что все нуждающиеся будут переселены из аварийных домов до 1 сентября этого года. Но есть отдельные вопросы по городу Шумерля, по городу Чебоксары. Мы обсуждаем. На последнем заседании кабинета министров тоже решение приняли. И мы обсудили на сегодняшний день, как мы по тем параметрам, которые записаны в наших программах, выполним все те обязательства, которые обязаны выполнить. Как в регионах страны ведется работа по ликвидации аварийного жилищного фонда, обсудят и на грядущем госсовете в Кремле. Подготовка к заседанию уже началась. Михаил Игнатьев назначен руководителем рабочей группы. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы.